Бежавшие из страны Теперь почему-то тот же самый Галкин из Израиля пытается оспорить этот подарок и просит суд отменить этот статус Но замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущего и шоумена Максима Галкина с требованием снять статус иностранного агента В суде были показаны видеозаписи артиста из соцсети, на которых он осуждает политику России, спецоперацию и высказывается в любви к другим странам Присутствовал на концерте Брюса Спрингстина в Нью-Йорке, на стадионе, когда Америка напала на Ирак Брюс Спрингстин, так же как Шевчук, сказал все, что он думает, и про президента, и про политику американскую Никто не подъехал, протокол не составили, так и продолжил выступать Брюс Спрингстин Вот это свобода слова, вот это демократия, понимаете? Сейчас вдруг стали артисты... Также суд одним за другим отказывается снимать статус иноагента с других артистов Семена Слепакова и блогера Ильи Варламова Путин страшный, очень страшный, я его боюсь Параллельно с этим продолжается и зачистка госчиновников Бывший депутат Исуха Шиев, который был наделен властью и доверием народа, предал тех, кого обещал защищать Наказание настигло экс-депутата Исуха Шиева, которому дали 16 лет колонии за организацией убийства журналистов Назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы, соревнования в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев Для реализации преступного замысла Хашиев попросил своего знакомого Николая Горюнова за деньги убить ненавистного ему журналиста Киллер сделал несколько выстрелов из карабина главного редактора СМИ, от чего тут думал Организатору убийства дали 16 лет лишения свободы и ограничения свободы на срок 1,5 года после освобождения А исполнитель получил 14 лет лишения свободы Большие зачистки продолжаются и среди муниципальных предприятий Сотрудникам Сочинского водоканала назначили 8 и 7 лет строгого режима за получение взятки на сумму свыше миллиона рублей За отказ платить взятки госслужащие угрожали проблемами с подключением земельных участков в системе водоснабжения Коррупционеры проникли во всю ветку власти и впереди еще много работало Редакция «Момента истины» тоже продолжает борьбу с коррупцией и оборотнями в погоду Если вы столкнулись с судебным произволом или другими факторами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова